Как вы представляете свою старость? В качалке с газеткой и румяными внуками вокруг? К сожалению, на нашей планете уже 47 миллионов человек никогда не смогут таким образом встретить старость. И через 30 лет их количество только увеличится. Если речь идет о деменции, то это действительно огромная проблема. Раньше такую патологию называли старческим слабоумием. Однако следует полагать, что не сам по себе возраст является причиной данного заболевания. И сейчас все чаще мы ставим такой диагноз Гарайрда более молодым пациентам. Самое время разобраться. Если говорить о деменции, врачи плотно занимаются этой болезнью уже более 100 лет. Хотя еще древними были описаны первые признаки этого заболевания. Очень много изучено, очень много белых пятен. Но совершенно очевидно только одно. Все мы с вами находимся в группе риск. Сегодня поэтому мы разберемся с вами, каким образом проверить себя, своих старших родственников. Какие профилактические меры можно предпринять. И как жить, если в семье есть человек с деменцией. Каким образом возникает деменция. И неужели это только возраст или есть еще какие-то другие причины, которые могут привести к такому заболеванию. Ну, будем говорить так. Сама по себе деменция – это распад психических функций из-за органического поражения структур мозга. Ну, будем говорить нейронов и нейронных связей. И не сам по себе возраст причина заболевания. Просто чем мы старше становимся, тем больше мы накапливаем проблем, которые приводят и могут приводить к повреждениям структур мозга. Смотрите, перенесенные инфаркты, перенесенные поражения инфекционного характера мозга, перенесенные травматические поражения мозга – все это так или иначе может привести к структурным повреждениям. А это вызывает разрыв связей, и это приводит к деменции. Давайте посмотрим. Вот у нас есть экспонат. Ну, экспонат хороший, но по нему я ничего не смогу рассказать о деменции. Ну, хотя бы приблизительно. Вы расскажите, что происходит с серым веществом? Действительно ли мозг уменьшается? Вот прям уменьшается мозг? С возрастом так или иначе происходит то, что мы называем инволюция вещества мозга. То есть, ну, давайте говорить откровенно, мозга становится меньше. То есть он вообще… Ну, не вообще, зачем вообще? Ну, не то, что… Да, его становится меньше. И это и как последствия обычной нормальной возрастной инволюции, да, так это и последствия тех заболеваний, о которых мы сегодня будем говорить, которые приводят к непосредственным повреждениям гневых структур мозга и к его ещё более быстрой инволюции. Где, в каком именно месте это происходит? Или это кому повезёт? Или он им весь усыхает? В этой ситуации как кому не повезёт, правильно? Ну да. Нет, на самом деле чёткого места, где живёт деменция, где она развивается, нет. Потому что, если мы говорим о когнитивных функциях, то есть о функциях понимания, восприятия, возможности обучения и так далее, и так далее, это общая глобальная функция мозга. Просто с возрастом накапливаются причины и последствия заболеваний, которые могут приводить к развитию вот этих связей, развитию деменции. Вот мы сейчас рассмотрим эти причины. И начнём. Болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера, да. Это так, это одна из наиболее частых причин, приводящих к деменции. У всех на слуху, безусловно. И, пожалуй, это, наверное, одно из таких заболеваний, которые являются непосредственно причиной деменции. Поскольку, ну, с учётом массы теорий развития этого заболевания, болезнь, которая чаще развивается у более пожилых пациентов с возрастом. Да, это так. Хорошо, мы смотрим следующую причину. Болезни сосудов. Да, болезни сосудов – это огромная группа заболеваний, которая не сама по себе причина деменции, давайте понимать, да? А это те повреждения сосудов, которые приводят к нарушению питания тканей головного мозга, нейронов, которые приводят к их гибели, разрушению, либо к неполноценному функционированию. И да, со временем приводят к деменции. А что помогает следить за сосудами? Конечно же, контроль давления. Контроль давления, да. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня в этой студии у них есть такая возможность, они могут измерить давление тонометром Амрон. Тонометр Амрон – первый автоматический тонометр, который был произведён в Японии компанией Амрон в 1973 году. Мой год рождения, кстати. Ну, а мы переходим... А мы переходим к следующей вот причине, которая называется алкоголь. Да, безусловно, алкоголь является одной из совершенно очевидных причин развития деменции. Но не алкоголь в чистом виде, вот он алкоголь, а непомерное, чрезмерное, неконтролируемое его употребление. То есть совершенно чётко доказано, что сам по себе алкоголь является токсическим веществом для нейронов и вызывает их гибель и повреждение. Мы отказываемся от вредных привычек. Стараемся. И ещё одна причина – травмы. Травмы. Ну, речь идёт в данной ситуации, я полагаю, о травмах головного мозга и повреждении нейронов. Сама по себе травма, ну, не вызовет деменцию как таковую, мы же это понимаем. Но последствия травмы, то есть повреждения нейронов, межнейронных связей, да, это может быть причиной деменции. Следующее – инфекции. Инфекция. Вирусная ли она, бактериальная ли она, вирус, бактерия, они могут первично повреждать клетки головного мозга и первично вызывать в итоге их разрушение, замещение соединотканными химитоструктурами и так далее, и так далее. То есть тоже то, что вызывает дезинтеграцию, смерть и повреждение клеток головного мозга, может быть причиной деменции, инфекции в том числе. Так, и аутоиммунные заболевания. Аутоиммунные заболевания – сложная, огромная группа заболеваний. В одной из передач мы говорили о системной красной волчанке в этой студии. Вот это как такой классический, очень такой наглядный пример. Да, действительно, само по себе повреждение первичное клеток мозга возникает при аутоиммунных заболеваниях. И как вторично, это повреждение сосудов, питающих головной мозг, нейрональные структуры, что приводит к ухудшению питания структур мозга, к их инволюции, повреждению и порой смерти. Да, аутоиммунные заболевания тоже могут быть причиной. Но на самом деле так страшно. Можно подумать, что от всего, что существует у нас в мире, можно получить такую болезнь. И так как она молодеет, ну, очень как-то... Да, мы не должны же это быть страусом и прятать голову в песок, да? Да, практически все, что может повредить нашему мозгу, может привести к деменции. Что делать, доктор? Хорошо вопрос. Мы практически и в этой передаче, во всех мы приходим к чему? К формированию здорового образа жизни. К сожалению, нас так этим здоровым образом жизни замучили с детства и продолжают мучить, что мы относимся к этому не очень так, наверное, даже серьезно, а с некоторым даже таким вот неприятием. Нет, на самом деле только формирование здорового жизни, только уважительное, любовное, в хорошем смысле, отношение к себе позволит, быть может, проскочить. Нету ничего, что может нас с вами гарантированно спасти от деменции. Но какая-то ранняя диагностика. Можно... Да, да, ранняя диагностика, да. Но мы должны понимать, ведь это заболевание очень скрыто течет, да? Ну, странно себя ведет человек, с которым мы уже там много лет рядом, да? Ну, переспрашивает, ну, что-то еще делает, да? Однако, чем раньше мы поймем, что это у него, и это цель нашей передачи сегодня, может быть, понять, что вот уже пора с этим человеком обращаться к специалисту, чем раньше мы поймем, тем... Я сейчас скажу только раз, быть может, мы можем немножечко замедлить прогрессирование заболевания, и совершенно очевидно, мы сможем помочь человеку, который пострадал, который заболел, быть более адаптированным в обществе, ну, и тем, кто близок, кто живет с ним, ну, научиться справляться с этой проблемой, помогать ему и себе, наверное, в первую очередь. Ну, вот если, допустим, у меня мама 73 года, и она там три раза ходила в магазин с одной темой, вот по одной причине, а причину не выполнила, а сходила, можно сказать, по другой причине, это какой-то звоночек, это лучше пойти и проверить, да? Это лучше обратиться к специалисту, который проведет специальное, можно сказать, психологическое интервью, да, которое задаст правильные вопросы в правильной последовательности, в правильной комбинации, и сможет действительно определить, есть ли у нашего пациента, у нашего родственника когнитивные нарушения, и в какой они стадии начинаются, начались или запущены. К какому специалисту мы идем? Как он называется? Хороший вопрос. К кому идти? Ну, не к терапевту же? Нет, ну, почему «ну не к терапевту же»? Терапевт на самом деле глобально важный врач. Я знаю. Терапевт – это тот, кто первично сталкивается со всем ворохом наших с вами проблем. И терапевт, как специалист подготовленный, но не узкоспециализированный, сможет дать направление и отправить точно к работному специалисту. Кто уже сейчас готов провести раннюю диагностику на признаки деменции? Пожалуйста, проходите к нам, проходите под аплодисменты. Как вас зовут? Представьтесь. Меня зовут Галина. Очень приятно. Сейчас у нас на экране будут признаки деменции, да? Я буду их зачитывать. Я дам комментарий обтекаемый, и потом мы сделаем какой-то вывод. Хорошо, как страшно, да? Я бы волновался тоже, особенно на аудитории. Мы все немножечко недообследованы, да, поэтому будем вместе с вами как-то справляться с этой ситуацией. Итак, внимание на экран. Не помните недавние события. Было у вас такое? Ну, очень-очень редко. Практически, я думаю, что нет. Ну, понятно, что у нашей гости это не признак деменции. А вообще это признак, если ты не помнишь недавние события? Ну, ведь это же зависит от общего эмоционального фона, общего состояния. Если человек устал, не выспался, либо отвлечен чем-то, либо находится в стрессе, он может и не помнить. Нет, однозначно это не признак деменции. Ну, хорошо. Так, следующее. Спрашиваете, какой сегодня день? Ой, это еще точно не про меня. Да? А у меня... А я почти каждый день поступаю. Я каждый день спрашиваю. Я знаю, какой день. Знаете что? Ну, безусловно, и да, и нет. Да? Я объясню. Вот у меня часы на руке. Да? Тут все время написано. День, время, пульс, все прочее. Я просто не натренирован помнить каждый день. Ну, если так примитивно говорить. А я натренирован. А вы натренированы. Соответственно, просто переспросить, какой сегодня день, это не признак деменции. Ну, это мое мнение. Я не думаю, что это так. Если постоянно человек пытается вспомнить, какой сегодня день, в течение целого дня, уже получив 3-4 раза ответ на этот вопрос, ну, вот это уже задумаемся. А в целом нет. Ну, хорошо. Следующее. Не всегда вспоминаете членов семьи. Правду говорите? Нет. Ну, это там пятиюродная бабушка. Да нет, мы пятиюродных, мы вообще не общаемся. Если вы вдруг не вспомнили четвероюродного дедушку по какому-то там ответвлению вашей семьи, ну, господи, нет. В принципе, да. Если человек не может вспомнить близких членов семьи, с которыми он общается, которых он знает и осознает, воспринимает, да, безусловно. Так, следующее. Брюзжите и не любите перемены. Ну, брюзжать я брюзжу, потому что у меня есть внучка 13-летняя, и вот это несовпадение интересов. Ну, а перемен я хочу. Ну, перемен-то к лучшему, и, может, поэтому и брюзжу тоже. Ну, мне кажется, ну, это, наверное, просто свойство характера. Неужели это может быть признаком деменции? Нет, это, безусловно, не признак деменции. Не можете разобраться с новым гаджетом? Может быть, и не могу. И это опять не проблема. Гаджеты такие сложные, но есть внуки и внучки, помогут. И, опять же, невозможность разобраться с новым гаджетом не проблема. А вот невозможность пользоваться привычным тем же гаджетом, который бывал раньше, вот, не у вас, у кого-то. И вот не может, и, как бы, всегда это дело сейчас не может. Можно задуматься. С нашей гостью мы определились. По счастью, признаков деменции у нее нет. Однако надо понимать, что любая странность поведения, ну, ваша, ваших родственников, очень несвойственные поступки, несвойственные действия, может быть, ненормальные, нетипичные, бросающиеся вам в глаза, могут стать причиной и поводом для обращения к специалисту. Хорошо. Вот мы обратились там к специалисту, человек обратился. Что он сделает, специалист? Пропишет таблетку? Есть таблетка? Выпил и выздоровел? Отличный вопрос. Во-первых, сначала он определится, есть ли то, с чем мы к нему пришли, да? Он определится с диагнозом, поставит этот диагноз, либо даст Бог, опровергнет. Про таблетку. К сожалению, таблетки от деменции нет. Спасибо большое. Спасибо. Вам аплодисменты. Спасибо. Спасибо вам за сознательный выбор. Спасибо. Вот своему организму. Если человек в вашей семье живет с деменцией, то главное помнить, что это не ваша вина. Вы ни в чем не виноваты, как и не виноват и член вашей семьи. Просто нужно принять эту ситуацию, ни в коем случае никого не винить, но при этом понимать, что деменция, к сожалению, не обратилась. Не обратилась. Ну, а дальше разговор пойдет о том, как полюбить себя. Оставайтесь с нами. Здорово здоровым, здорово здоровым, здорово здоровым быть. Несколько десятилетий назад сначала надо было любить родину, потом общество, и потом уже немножечко, чуть-чуть себя, чтобы вдруг не показаться нескромным. Сегодня рекомендации, как полюбить себя, но, наверное, больше, чем как любить друг друга. Почему поменялся так вектор, и почему так важно и модно стало любить себя? Разобраться нам с этим поможет эксперт-психолог Екатерина Хромкова. Под ваши аплодисменты приглашаем Екатерину. Здравствуйте. 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 Екатерина, расскажите нам, пожалуйста, вот почему у нас так поменялся этот вектор, почему так важно любить себя? Ну, на самом деле, что произошло? Вы очень хорошие слова сказали о том, что долгий промежуток времени вся любовь была направлена на родину, на работу, на другого человека, на семью и так далее. Психика человека требует баланса. Соответственно, сейчас мы проживаем период, когда мы ушли в другую полярность, и теперь любовь к себе, она огромна, грандиозна, тотальна и разнообразна. И, конечно, ее важно не путать с нарциссическими проявлениями. И тут очень простой критерий, очень легко разобраться. Когда мы говорим о нарциссизме, мы говорим о завышенной, чрезмерной любви к себе, чрезмерной неадекватной самооценке и игнорировании других людей. Когда мы говорим про любовь к себе, это довольно мягкое и комфортное состояние, и в нем нет нарушения границ и состояния других людей. Потому что если я люблю себя, то я точно так же уважительно отношусь к другим. Ну и, может быть, кто-то хочет попасть в руки эксперта сегодня и разобраться со своим... Проходите, проходите. Давайте под бурный аплодисмент. Встречаем гостю. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Виктория. Виктория. Вы хотите разобраться, какая у вас самооценка, завышенная или заниженная? Да, хотят. Итак, от «Я» переходим к составляющим. К составляющим. Итак, самосознание. Казалось бы, любовь к себе и самосознание. Но, действительно, это первый и самый важный компонент. Почему? Потому что если я люблю себя, то я заинтересован в своем состоянии, я разбираюсь в своих чувствах, я стараюсь понимать и испытывать собственные ощущения и прислушиваться к ним. Я знаю, кто я есть, что я чувствую и как я себя веду. Самооценка. Да, то, про что мы мельком сегодня упоминаем. Почему? Потому что традиционно, особенно когда тема любви к себе стала модной, стало модно предлагать всем уходить в завышенную самооценку, в грандиозность. Я могу всё, я прекрасен и так далее. Но это не истинная любовь к себе, это искажение. Потому что истинная любовь к себе подразумевает адекватную оценку всех своих возможностей. Я знаю, в чём я хорош, я знаю, в чём я недостаточен. Я могу это каким-то образом менять или не менять. Моя оценка соответствует реальности. Я знаю, какой я реальный. Но этому в школе не учат. Не учат. Вот как у вас с самооценкой? Всё хорошо? Как вы считаете? Я считаю, что, в общем-то, да. Вот этот баланс у меня есть, понимаю. В общем, я считаю, что любые отношения должны быть созидательными. Когда ты сам себя хорошо ценишь, ты ценишь и своего собеседника, и компанию. И когда ты счастлив сам, счастлив поделись с другим. То есть и в людях тогда видишь только хорошее. Самоуважение. То, о чём мы, опять же, наверное, сейчас немножко и затронули. И это продолжение самооценки. По какой причине? Самоуважение – это мне не нужно себе и другим как-то особенным образом доказывать, что я хорош и ценен. Я ценен просто потому, что я есть. Ну и следующее – забота о себе. Опять-таки, важно не уходить в грандиозную степень. Раз я забочусь о себе, то я буду покупать только самые дорогие вещи. Или я буду только спать и никогда не буду работать. Нет, безусловно. Забота о себе – это, опять-таки, адекватное состояние и возможность к нему прислушаться. Ну, правда, если я устала, я буду отдыхать. Если я голодна, я буду кушать. Я буду заниматься теми делами, которые мне интересны. Но я могу выносить сложности, трудности и неприятные моменты. Потому что они естественны. Раз они произошли, потом я посвящу какое-то время отдыху и успокоению. Я вот у Павла хочу спросить. Павел, как вы заботитесь о себе? Хороший вопрос. Как и все люди, и сплю и кушаю. Для себя, заботой о себе порой не остаётся времени. Либо его мало, либо очень мало, либо совсем нет. Я ещё знаю, что есть такое упражнение, которое называется «Похвала себе». Мы предложим нашей гости тоже выполнить это упражнение. Вы сейчас пойдёте и напишите, вот за что вы себя можете похвалить. Три пункта. Договорились? Пойдёмте, я вас провожу. И вы помните, я вас провожу. Это грандиозные дела. Проводим, да? Мы будем учиться на простых вещах. Так, а мы, наверное, тем временем попытаемся разбираться в причинах заниженной самооценки. Ну, как говорится, на пальцах, ну, либо вот на наших помощниках куба. Помощниках. Попробуем. Мы можем начать с очень важного компонента, который звучит «Я себя не люблю». Уже из этой фразы понятно, что если вот отсутствует любовь к себе, тёплое, заботливое отношение, осознавание собственной ценности, то о какой адекватной самооценке мы говорим? То, что формируется в достаточно раннем детстве. Потому что ребёнок, когда рождается, он ничего про это не знает. И он узнаёт про любовь к себе благодаря тому, как к нему относятся родители и благодаря тому, какой фон существует в семье. Если в семье принято говорить о любви, принято прикасаться друг к другу, принято проводить вместе время, есть как вербальные, так и невербальные, как заметные и явные, так и косвенные признаки любви, то у ребёнка нет сомнений. Всё хорошо, я любим. То есть не любить себя самому невозможно, правильно? Конечно, невозможно. Значит, это модель поведения, которую кто-то нам насаждает. Следующий пункт какой у нас? Итак, у нас есть такой пункт, как завоевание любви. В общем-то, очень логично. Если я себя не люблю, но я наблюдаю за другими людьми, я смотрю телепередачи, я смотрю фильмы, и я догадываюсь, что есть такое чувство, есть такое состояние, как любовь к себе. И я думаю, что, может быть, если у меня нет её сейчас, то я могу каким-то образом её заработать. Вспомните, как часто дети дарят своим друзьям конфеты или подарки, чтобы с ними дружили. Как часто взрослые люди что-то делают для других, не могут сказать «нет», даже если им неудобно какое-то действие или состояние. На самом деле они делают это именно для того, чтобы завоевать любовь. Но если я вот соглашусь с Ларисой, даже если вы предложите мне в 7 утра встать, я не хочу. Но вы говорите, ну, Кать, ну это очень нужно для наших отношений. Если я не люблю себя, то я буду стараться эту любовь завоевать даже в противовес своим чувствам и состояниям. На самом деле тяжёлая ноша, она обрекает человека на постоянную зависимость от других. Хорошо, но если просто хочется сделать другому хорошо, то есть если надо, Катя, чтобы я встала в 7 утра, я встану. Более того, это ловушка, потому что я постоянно делаю всё больше, больше, я стараюсь угадать. А люди очень часто бывают недовольны. Они хотят больше действительно. Это как звонок в 3 часа ночи. Алена, не спишь? Нет, ну что ты, что ты? О, для того, чтобы человек чего-то добился, его нужно ругать, нужно постоянно критиковать его деятельность, нужно ещё его и обесценивать. Ну, ты на самом деле бездарь, мог бы и постараться побольше. В итоге опять-таки это образование, которое формируется в детстве как родителями, так и школой, воспитателями, которые часто не имеют злого умысла. Они правда верят в эту модель, что если человека вот так вот подстёгивать, то он чего-то добьётся. Но это не так. И в современной психологии есть много исследований, которые доказывают, что наоборот, человек, который растёт в модели жёсткой критики, в модели обесценивания, часто не уверен в себе, испытывает большое напряжение, и его результаты могут быть значительно ниже, чем результаты того человека, который в себя верит. Ну, потому что у него будет работать модель из предыдущих наших пазлов, да? Конечно. Хорошо, переходим к последней. Буду завоёвывать любовь, помогу. Может быть, это всё-таки добрая воля? Это добрая воля. Ага, отличный пункт. Унижаю других. Почему? Это связано с тем, что часто человек, у которого недостаточная самооценка, чувствует себя настолько маленьким и слабым, настолько некомпетентным, ничего не умеющим, что ему нужно всех запугать, чтобы никто это не заметил. И тогда он раздувается, как воздушный шарик, и начинает всех запугивать. Использует какие-то слова, которые могут обзывать других людей, называть их неучими, глупцами, может быть, недалёкими людьми, непрофессионалами. Для чего он это делает? Он делает действительно это для того, чтобы никто, никто не мог заметить, насколько на самом деле внутри себя он напуган. И опять-таки это последствия такого с ним обращения в его детстве. На самом деле, да. Я предлагаю нашу героиню вернуть в студию. Она там уже написала эссе или сочинение. Но выделяем три пункта. Да, мы меня попросили три пункта. Да, подождите, да. В общем-то я самых основных. Екатерина, вы прокомментируете, да? С удовольствием. Забота о своём эмоциональном состоянии. То есть это приятное общение, любимое дело, хорошая работа. Это то, что значит человек любит себя, если он для себя выбрал. Забота о своём эмоциональном состоянии. Я поддерживаю свои интересы, я поддерживаю контакты, которые для меня приятны. Я молодец. Хорошо, дальше. Что ещё у вас получилось? Забота о своём здоровье. То есть это физическое состояние. В здоровом теле здоровый дух. Можно делать очень простые записи, как сделала наша гостья. Я сегодня занималась физкультурой. Я молодец. Вообще-то за это можно себя похвать. Молодец. Я помыла чашку. Я помыла чашку. Я молодец. Я испекла сегодня такой вкусный яблочный штрудель. Я умница. Ой, молодец. Я успела. Видите, мы начинаем смущаться и смеяться, потому что мы не привыкли хвалить себя за такие маленькие вещи. Катя, за что вы себя похвалите прямо сейчас? Я молодец. На самом деле сегодня я хвалю себя за то, что сегодня я очень пунктуальна. Это для меня сложно, правда. И сегодня у меня был приём, у нас с вами съёмки, у меня было ещё много задач. И я везде успела вовремя. Катя, молодец, потому что успела. Всё. Павел, а вы молодец, почему? Благодарю вас. Павел, почему молодец? Павел не научился ещё делать упражнения по хвалу себе. Я каждый вечер так делаю. Да? А вот и молодец. Вот я молодец, потому что каждый... Пять или десять. Ну нет, достаточно бывает одного-двух. Поблагодарим нашу гостю Викторию. Подборные аплодисменты. Спасибо. Спасибо вам, Виктор. Зал зрительный. Я думаю, что каждый зритель и телезритель сегодня проделает это упражнение. Сам. Сам. И вместе со своими детками. И вместе со своими детьми, и взрослыми тоже можно с родителями. Наши родители вообще, мне кажется, не умеют хвалить себя. Не умеют. Вот. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Впереди ещё много интересного, впереди вопросы. Вы не переключайтесь, мы скоро вернёмся в эту студию. Спасибо. Ну, а у нас самая любимая рубрика «Вопросы о наболевшем». Мы постараемся кратко, доходчиво ответить на каждый. Задавайте. Постараемся. Пожалуйста. Подскажите, может ли частая зевота быть признаком серьёзного заболевания? Ответ «Да», если быть кратким. Ну, чтобы так, чуть более пространно ответить на этот вопрос, надо понимать, почему, что такое зевота, да? Чаще всего мы думаем, что вот это нам мозгу не хватает воздуха. Мы делаем глубокий вот такой зевок-вдох, и вот воздуха кислорода стало мозгу больше. Это одна из версий. Она подвергается критике, потому что исследовали пациентов, которые дышали, ну, в разных условиях, разная концентрация кислорода была. Это не доказано, однако, в общем, проверять это тоже сложно. Ещё одна из версий – это при… вот в этом акте зевка, если так можно сказать, происходит охлаждение структур головного мозга, как бы это странно ни звучало, потому что мы широко открываем рот, и кровоток меняется, в том числе охлаждённой кровью из носоглотки. И третья, ещё одна версия – это, ну, говорят таким нашим современным языком, перезагрузка мозга, да? То есть это перезагружает его в момент, когда он деактивирован по какой-то причине. Вот мы же можем сидеть в хорошо вентилирующем помещении, нам хватает воздуха, но нам скучно, и мы начинаем зевать. Вероятнее всего, это перезагрузка. Но мы можем сидеть в душном помещении, мы начинаем зевать, но, быть может, не хватает воздуха, да? Ну, вот как бы все три версии, на мой взгляд, элегантные. Вот. Ну, а ещё раз возвращаясь к вашему вопросу, да, может, это может быть симптомом поражения головного мозга, это может быть признаком синдрома хронической усталости, эмоционального выгорания, о котором мы сейчас всё чаще говорим. Это, ну, образ жизни, стиль нашей жизни. Это могут быть в том числе инфекции и поражения печени, в общем, масса заболеваний. Мы должны понимать, что зевок – это нормально и хорошо, но только мы должны делать это культурно и аккуратненько. Но если вдруг это действительно избыточно, да, это есть повод обратить внимание на какие-то другие свои симптомы. Может быть, слабость, может быть, раздражительность, может быть, головокружение. И всё-таки обратиться к врачу. Спасибо за ответ. Есть ещё вопросы? Задавайте. Как часто нужно проходить осмотры у мамолога? Мамолога, да. Мамолог – это узкий специалист, который занимается диагностикой и лечением молочной железы у женщин. Здоровая дама, старше 18 лет, один раз в год. При необходимости уже мамолог назначит другой режим визитов. Спасибо. Спасибо большое. У кого есть ещё вопрос, задавайте. Подскажите мне, если человек заболел, как? Сразу же надо принимать антибиотики? Либо через какие-то пару дней, либо когда уже полностью он упадёт? Отличный вопрос, своевременный, да. Я всегда отвечаю так. Что касается антибиотиков. Пить антибиотик без врача нельзя. Это моя жёсткая, чёткая позиция. Мы за это уже очень дорого платим в современной медицине. И у нас, и на Западе, и так дальше. Во-первых, начнём с того, что в сезон с заболеванием вирусными инфекциями основная причина, подавляющая частота, это вирус. Антибиотик на вирус не действует. Правильно? Мы это понимаем. Очень схематически. Вот, образно говоря, человек, ну пускай он такой, да, я так рисую. Бактерии так или иначе у нас присутствуют в носоглотке, на коже, везде. Это нормально. У нас огромное, огромное количество бактерий, которые... Вот я их так буду рисовать, я не знаю, может, они вот так вот они выглядят, да? Их очень много. И они в норме есть. И тут происходит инвазия вирусом. Ну, вирус вот, мы так привыкли, значит, что это вот что-то такое с ножками. Ну, пускай, да? Инвазия вирус. Вирус начинает размножаться в наших клетках, преумножая себя, разрушая наши клетки, так? Те бактерии, которые живут у нас в норме, обладают защитными свойствами. Это действительно так. Они защищают нас. И тут мы хлопнули антибиотик в первый же день, мы подавили наши бактерии, и мы снизили местный иммунитет. Вирус начинает развиваться еще больше, еще более подавляя местный и уже общий иммунитет за счет общей интоксикации и так далее. И тут присоединяются бактерии, которых не было у нас, которые попадают извне, но в норме элиминируются за счет местного и общего иммунитета. И вот они еще, еще, еще добавились, еще, еще добавились. И все, и запустилась уже совместная инфекция. То есть у нас уже, у нашего пациента вирусная инфекция, на которой она ссылается бактериальная. Вот тут антибиотик уже нужен, но не мы ли с вами, раньше, чем надо приняв, его начали. Надо понимать, что при вирусных инфекциях у ряда пациентов антибиотики надо принимать с самого начала. Но это определенная группа пациентов. Это ослабленные пациенты, это дети с врожденными пороками сердца, это дети или другие пациенты, которые принимают специфическое, в том числе, гормональное лечение. Но это должен сделать врач. И возвращаясь к тому, за что мы уже очень активно платим, за то, что у нас кашлянули, труд поднялась, бегом в аптеку, антибиотик, хлоп, мы вырастили всем миром совместно таких бактерий-монстров, на которых у нас сейчас нет управы, из-за того, что очень быстро формируется антибиотикорезистентность. Вы когда-нибудь обращали внимание, сколько антибиотиков в аптеках? Почему? Антибиотики стремительно утрачивают свою эффективность, а все более следующие становятся все более мощными и небезопасными для нас с вами, и со временем все менее эффективны. Поэтому мое глубокое убеждение, прием антибиотиков должен быть абсолютно врачом контролируемый процесс. Поэтому, возвращаясь к вирусной инфекции, обращайтесь к врачу, и уже совместно с ним назначается антибиотик. Ага. Значит, ну тогда такая ситуация. Врач мне прописал антибиотики, пропил антибиотики. Я смотрю, что-то совсем легко стало. Совсем легко стало. Да, совсем легко. Я угадаю ваш вопрос. Но, как бы, я их и бросаю. И вот еще одна большая ошибка, когда мы вместе с вами, с нашей фармпромышленностью, с нашей медициной, воспитываем, продолжаем воспитывать вот этого дико устойчивого монстра, новую современную бактерию. Преждевременное прекращение приема антибиотиков ведет к тому, что у тех бактерий, которые побывали у вас и остаются, формируется антибиотикорезистентность. То есть раньше... Ну, во всяком случае, 7 дней, как назначил доктор, простите, но это очень много. И это вредно другим каким-то моим органам. А если я убила эту микробу? Давайте так. Если... Почему вы решили, что вы убили? Просто потому, что вам стало лучше? Ну да. Ну, на какой-то там третий, пятый день вы просто переломили ход болезни. Но откуда вы знаете, что все бактерии, на которые вы воздействовали, побеждены? А вы уже прекратили пить. Да, они, может быть, уже не вернутся в том объеме, чтобы вам снова заболели, но они уже устойчивы. То есть давайте так. Антибиотик – это очень сильный препарат. Его назначил врач, его отменить может только врач. Он написал вам 5-7 дней в зависимости от препарата. Вы должны пропить 5-7 дней. Другое дело, что если у вас возникнут побочные эффекты, какие-то осложнения, вы должны обратиться снова-таки к врачу и только с его разрешения отменить антибиотик. Все, спасибо, доктор. Будем знать. Спасибо. Это на самом деле очень большая проблема, особенно нашего старшего поколения. По своим родителям говорю, что да, вроде полегчало, и зачем дальше гробить? Но на самом деле получается, что неэффективно вообще. В принципе, вы 3 дня гробили что-то, надо догробить уже 7, потому что иначе, я так понимаю, не будет никакого эффекта, нужного эффекта, которого мы хотим добиться. Не совсем верно и неверно. Эффект мы уже получили. Нам же гостья сказал, так мне же уже хорошо, что я уже делаю. Все, ей хорошо, она поправляется. Но, во-первых, может вернуться. А у той бактерии выросли другие ножки, и мы уже не будем знать, у нее добавились новые ферменты, новые факты защиты. Правильно? Да. В общем, мы что хотим сказать, что сейчас сезон простуд. Берегите себя, питайтесь правильно, спите по 8 часов в день, избегайте стрессов, улыбайтесь. Ну, а если все-таки вы почувствовали, что заболели, не откладывайте поход в аптеку за противовирусным средством Кагоцел. Здорово здоровым, здорово здоровым, здорово здоровым быть. В нашей студии любой зритель может задать вопрос и получить на него ответ. Спрашивайте. Задавайте. Да, скажите, я хотела бы разобраться с холестерином. Почему? У меня он повышен. Питаюсь правильно. Вес вроде бы нормальный. И что делать? Сразу идти и пить статины? Хорошо, я услышал. Спасибо за вопрос. Всегда к своему пациенту, который придет ко мне, я задам встречные вопросы. Я узнаю, как хорошо ли он питается. То есть это вы считаете, что вы питаетесь хорошо. Я уточню, как он питается. Но действительно воспринимаю, что у вас все хорошо с весом, с питанием, с образом жизни. И у вас все равно на этом фоне остается повышенный холестерин. Холестерин мы будем продолжать разбираться дальше. Правильно ли вы сдали анализ? Если мы поймем, что нет, мы попросим вас пересдать. Дальше нам недостаточно понимать, что просто повышен холестерин. Что такое холестерин? Это же продуманное вещество, которое естественный и нормальный компонент наш с вами. Он входит в состав клеточной мембраны. Без него жить нельзя. Холестерин должен быть. Это хорошо, что он есть. Плохо, когда его много. Дальше, когда мы поймем об общем холестерине, который пускай даже повышен, нам надо поймать фракции. Их много, они важны. Низкой плотности, высокой плотности, очень высокой плотности. Мы должны понимать, какого компонента у вас содержится. Если действительно есть определенный дисбаланс, мы будем продолжать дальше разбираться. Если мы воспринимаем, что вы здоровый человек, вы не переносили инфарктов, инсультов, других сердечно-сосудистых заболеваний, я все-таки назначу вам диету, с учетом того, как я ее воспринимаю. Через какое-то время определенное, будем говорить, 3-6 месяцев мы повторим правильный анализ. Если холестерин действительно будет повышен, мы будем думать о назначении так называемого статина. Для чего мы назначаем статины? Чтобы не просто снизить уровень холестерина, а предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. И дальше мы понимаем, если у человека есть перенесенные заболевания или он уже страдает, он статины должен получать обязательно. Если он здоров, у нас есть время. У нас есть время для каких-то диетических комбинаций, и мы не будем спешить с его назначением. А если начинаешь пить статины эти, то их уже до конца жизни пьешь? Как правило, да. Мы должны это понимать. Единственное, чем мы можем, если можно сказать, играть, но без варьировать, это дозировкой. А я еще слышала такое, что когда назначают диету при холестерине, то бывает даже скачок, наоборот, повышается холестерин. Может быть, потому что, понимаете, ведь как мы устроены? Я начал с самого начала ответа. Холестерин – это нормально, он должен быть, без него никак нельзя. И тут мы начинаем диетическую интервенцию, так можно сказать, ограничивая экзогенные, то есть внешнее поступление холестерина. Организм начнет его все равно синтезировать. Он будет изыскать какие-то другие источники и механизмы, в том числе изнутри. Но продолжать нужно, даже если этот скачок произошел, диету продолжать. Да, безусловно, да, конечно. Потому что многие бросают диету именно тогда, когда думают, я три месяца принимала эту диету, питался правильно, как сказал доктор, иду на анализ, у меня через три месяца выше, чем был. А у меня вопрос, почему он бросил, не пойдя к врачу? Ну, то есть не надо бросать? Так нет, во-первых, не бросать, а во-вторых, если вы принимаете решение о назначении препарата, либо о его прекращении приема, это должно быть совместное решение с врачом. Спасибо большое за вопросы. Смотрите нас по будням, а также онлайн. Задавайте в комментариях и в соцсетях вопросы, и мы обязательно на них ответим. И помните, что здорово здоровым быть. АПЛОДИСМЕНТЫ Если в жизни вдруг ненастье Разболелась голова Ты поймешь, какое счастье Человек здоров, когда С первой угадай попытки Что от стресса подойдет Не таблетки, а улыбки Улыбнись, и все пройдет Кто б ты ни был, где б ни шел Запиши карандашом Очень важно не забыть Здорово здоровым Здорово здоровым Здорово здоровым быть АПЛОДИСМЕНТЫ ПРОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...